Многослойный монтаж Мистера Биста, композиционная схема, смена локаций из одной в другую, все это будет в этом ролике, поэтому сначала смотрим его, а потом я сделал доскональный разбор. Такой непростой ролик у нас получился с одной стороны, с другой стороны он реально, ну прям очень простой, каждый сможет его вообще повторить. Поехали, как бы. Если я начну новый канал, причем, видите, мы сначала показали футаж верхний, но за ним спрятался футаж с нулем подписчиков и как будто типа не Мистер Бист. Вот такой прием, где мы вскрыли один футаж под другим для того, чтобы его потом показать. Причем, видите, у нас здесь есть сияние у этого футажа. Это сияние было сделано через программу Базарт. Как работа с программой Базарт есть отдельный ролик, посмотрите внимательно. И к нему же, разумеется, мы применяем эффект покачивания, как и к любому другому нашему футажу, который, знаете, немножечко левитирует. Окей, мы меняем нашего Мистера Биста вместе с его, не его каналом, да, с футажиком с этим, на бэкграунд и идем по смыслу. Да, типа, если этот будет канал, да, без моего лица, дальше, без моего голоса. Вот давайте разберем вот эту сцену. Значит, начинаем с этого бэкграунда. Бэкграунд. Причем, видите, бэкграунд сам по себе тоже такой, знаете, немножечко двигается. Еще, в принципе, все бэкграунды, все вот эти иконки, все анимашки и так далее, конкретно этому ролику, если вдруг вы захотите смонтировать такой же ролик, он есть у меня в папке «Разборы роликов», в огромном паке, там, несколько тысяч футажей для монтажа именно экспертных роликов, стоят копейки, тренируйтесь. И, в принципе, все ролики, которые есть у меня с разборами на моем YouTube-канале, их уже больше 10, все они доступны в папке «Разборы». Смотрите внимательно, какой тариф выбираете, тренируйтесь, и, действительно, у меня уже много отзывов, сотни покупателей, многие прям даже учатся по этим разборам, по этим футажам. Окей, значит, как бы, если мы используем, если он будет создавать YouTube-канал без его лица, в общем, видите, зачеркивание с сиянием тоже красным, это было сделано тоже внутри не Капката, а Базарта, то, о чем я говорил в начале ролика. Дальше мы меняем на футаж мистера миста, где он уже без голоса. В общем, смотрите, как мы сделаем. Мы не просто вот сначала вывели этот футаж, вот этот, с его лицом, а мы поменяли местами. Видите, вот аккуратненько поменяли местами, и смотрится гораздо симпатичнее. Причем, смотрите на этот футаж, который символизирует voice, да, то есть без его голоса. Мы использовали эквалайзер, ну, вот такого плана, круговой. Можно было бы, конечно, горизонтально, но подумали, что круговой, он как-то симпатичнее смотрится. Он тоже будет в этом паке, если вдруг вы захотите забрать его себе. Окей, значит, без голоса, да, без вообще чего-либо. И дальше, смотрите, мы меняем сцену и показываем уже вот такую композиционную схему. Смотрите. Я вот прямо сейчас специально, медленно веду по таймлайну, чтобы вы посмотрели, как это было сделано. Мы взяли вот все вот эти футажи и поместили их на одну сцену. Давайте еще раз. Появляется мистер Бист, где отдельно его изображение, где отдельно идет травка, где отдельно идут кусты, отдельно небо, облака, ноутбук. Вот, смотрите, вот все это идет отдельно. Все. И это называется композиционная схема, когда мы строим сцену так, как нам надо. Да, можно было бы, конечно, просто найти какой-то нейтральный фон, тоже с лугом, с полем, с деревьями и так далее. Но смотрелось бы это не так интересно с точки зрения зрителя, как нежели мы сейчас придумали. Причем посмотрите внимательно. У нас поле, голубой экран, голубое небо, кустики за головой и стол, они не двигаются. А именно вот наше дерево, вот наше дерево, вот оно, оно как раз-таки шевелится за счет эффекта покачивания. Потому что в обычной жизни, как бы, то же самое, ну поле же не двигается, кусты на заднем плане, мы тоже можем не видеть, как они двигаются. Но на переднем плане у нас есть дерево, можно было бы, конечно, и без него, видите, без него. Но как будто что-то хочется дополнить, да, как будто хочется дополнить. Поэтому закинули сюда дерево. И оно, собственно, двигается. Давайте еще, вот сейчас еще раз очень медленно сделаю. Значит, убираем наш фон и ставим сначала небо, поле, кусты и дерево. Облака, то же самое мы можем сделать, чтобы они двигались. Понимаете? Все. И через шесть месяцев, шесть amounts, месяцы, это тоже отдельное наложение. Это не субтитры. Потому что в обычных субтитрах мы можем, ну, не добиться, там, вот, нужного шрифта, нужного сияния, нужной тени и так далее. Поэтому вот шесть amounts были сделаны через базарт. Вот именно там это было сделано. Все. На передний план мы сделали 20 миллионов подписчиков, да, вот мы свизуализировали это количество через футаж. И добавили счетчик с этими футажами. Этот счетчик и вся эта вот сцена, разумеется, тоже есть в папке разбора монтажа по ссылке из этого профиля. Я от души честно рекомендую просто этот продукт. У меня уже сотни покупателей его. И большинство из них говорят, типа, класс, мы научились монтировать, блин, по этим роликам. То есть, прикиньте, как я немножечко повлиял на индустрию. Прикольно, мне нравится. Окей, все. И через 20 миллионов подписчиков, ну, через шесть месяцев у меня будет 20 миллионов подписчиков. Все, класс. Дальше, опять-таки, видите, как мы меняем сцену. То есть, мы что-то уводим по бокам, а что-то уводим прям вниз. И на этом же голубом фоне с облаками, потому что он классно контрастирует, с черно-белым мистером Бистом, к которому мы в базарте прикрепили мозг. Да, что он действительно головитый такой, мозговитый парень. Он может добиться 20 миллионов подписчиков за шесть месяцев без имени, без голоса, без ничего. Никто не будет знать даже, что это он. Все. Дальше, давайте вот разбирать эту сцену. Сейчас, вот он. Значит, мы его показали снизу вверх. И дальше, как бы, мы его увели в левую сторону для того, чтобы показать, ну, другого человека, который, знаете, вот новичок. Да, который вот еще, ну, немножечко не обладает теми навыками, которыми обладает мистер Бист. Поэтому мы сделали стрелочку из головы Биста в голову этого человека, который, наверняка, тоже хочет быть каким-то классным ютубером. Да? Вот. И если вы бы знали, что я знаю, да, вот, у вас тоже были бы там миллионные просмотры. Все. Опять-таки, вывели цифру с 10 миллионов. Вывели футаж со значком ютуба. Да? Все. Все. И вставил такой футажик там с числом подписчиков в Инстаграм. Все. Все, к чему нам надо, мы добавляем, разумеется, эффект покачивания. Вот он, видите, лампа-маятник. Для того, чтобы придавать нашему ролику динамики. Все. Уводим все это по бокам. Появляется наш мистер Бист и заканчивает свою фразу. На этом все, друзья. Берите пак в описании этого ролика. Смотрите другие мои ролики. И до встречи на ютуб-канале. Лайк, подписка. Все дела.